Девочки, привет! Я сегодня вам расскажу, покажу, как делать одно упражнение, ну точнее, такой небольшой комплекс упражнений, который позволяет вашей осанке находиться в тонусе на протяжении всего дня. Этот комплекс делается с утра, то есть, ну вот, когда вам удобно, когда вы можете его включить в свои утренние ритуалы, тогда, собственно, вы можете делать. Здесь не имеет значения на пустой желудок, на полный желудок. Самое главное, чтобы вы были в ресурсе выстоять нужное количество времени, ну как нужное, нужное вам, да, и то, которое вам хочется стоять, которое будет вам комфортно. Итак, смотрите, о чем я говорю. Первое, что вы делаете, ваша задача встать на носочки. Вот я встала на носочки. Я, к сожалению, вам не могу полностью себя показать, да, но вот я встала на носочки. И в таком положении мы, собственно, будем работать. То есть, самая главная задача – выдержать вот эту вот позу. Встать на носочки. Дальше, что, как мы отстраиваемся? Прежде чем встать на носочки, посмотрите, что ноги у вас стоят четко ровно. То есть, прямо отсмотрите, чтобы у вас большие пальчики были на одной прямой линии. Посмотрели, что они на одной прямой линии? Встали на носочки. Дальше. Вы подкручиваете таз. То есть, задача – сделать так, чтобы у вас не было прогибов поясницы. Чуть-чуть подкручиваете таз. То есть, вот у меня прогиб в пояснице, да, искусственно я делаю. Вот я подкручиваю немножко таз. Так, чтобы тело стояло ровно. При этом, грудная клетка расправлена. Для того, чтобы у нас были расправлены абсолютно плечики, как нам нужно, мы берем с вами ручки и складываем их в замочек сзади. Замочек направляем наверх. При этом, когда вы направляете наверх замочек, не вздымайте плечи. Да? То есть, плечи опущены вниз, лопатки целуются и максимально высоко поднимаем этот замочек. Далее. Ваша голова. Вы должны отцентровать голову. Для этого вы макушкой тянетесь наверх. Прямо вытягиваетесь, вытягиваетесь, вытягиваетесь. И немножко подбородочек направляете к шее. Чуть-чуть. Так, чтобы открыть пространство первого шейного позвонка. Подбородочек чуть-чуть к шее. Теперь все вместе соединяем. Да, этот пазл. Встали на носочки. Точнее, сначала отсмотрели большие пальчики на одной линии. Встали на носочки. Подкрутили чуть-чуть таз. Проверили, что у вас на одной линии стоит грудная клетка с тазом. Собрали ручки сзади. Вот в такой вот замочек. Голову вытянули наверх. И немножко направили чуть вниз подбородок. И вот в таком положении вы стоите такое количество времени, которое можете. То есть вот пока не чувствуете, что вас начало штормить, и уже пора из этого положения выходить. Стоите. В этом положении вы тренируете пассивно все прямые и косые мышцы. Ну, в первую очередь прямые мышцы, выпрямители, да, спины, мышцы кора. То есть вот все, вот этот весь свой корсет вы его тренируете. И казалось бы, такая пассивная тренировка, где вы не потеете, но мышцы у вас учатся держать вас правильно на протяжении всего дня. Как выходить из этого положения? Когда вы опустились на носочки мягко, ваша задача компенсировать положение тела. И для этого, опять-таки, с подкрученным, обязательно с подкрученным тазом, вы берете ваши ручки, выгибаете их, замочек, наружу. И выгибаетесь грудным отделом позвоночника. То есть ваша задача, сначала у вас были максимально сведены лопатки, теперь они у вас должны быть максимально разъединены. Да, то есть вы максимально их удаляете друг от друга. И вот в таком положении, буквально пару секунд, постойте и выходите. Это все, но на самом деле это работает очень-очень круто. Попробуйте делать так на протяжении хотя бы месяца, каждый день. Еще раз говорю, по количеству времени вы будете чувствовать, как количество времени увеличивается. То есть вы со временем будете стоять дольше и дольше в этой позе. И, кроме того, это еще и тренирует ваш баланс. Это тоже важно и для выработки правильных гормонов, правильных ферментов. Это крайне важно. Поэтому попробуйте делать это незамысловатое упражнение. Я уверена, что оно вам очень понравится. Спасибо вам большое, подписывайтесь на мой канал, смотрите мои видео. Все стандартно, ставьте пальчики. Целую, пока.